Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это вторая часть урока по Quixel Mixer Asset. Теперь поговорим о создании кастерной кисти в 3D-Code и использовании ее в Quixel Mixer. Создаем Surface Sculpting сцену и создание кисти я покажу на примере плитки с арматурой. Для того, чтобы создать плитку, идем в Примитив и выбираем Box. После чего масштабируем его таким образом. После чего нажимаем Apply, чтобы плитка перенеслась в сцену. Так как до нажатия этой кнопки, у Вас было просто Preview во Viewport. В итоге, Вы получите такую плитку с фасками. Теперь давайте ее клонируем 3 раза. Для этого, нажимаем на иконку дубликат слоя. Перемещаем таким образом и поворачиваем, чтобы внести разнообразие. При нажатии клавиши 5, Вы сможете перейти в ортографический вид. А просто кликнув на объект, Вы автоматически выберете слой с ним. Если включена опция Pick-By-Click. В итоге, получили такой ассет с четырьмя плитками. Идем дальше. Теперь для каждой плитки, выставим количество полигонов равное 100000. Для этого, просто выбираем слой каждой из них и нажимаем Enter. После чего, вводим нужное значение в появившееся окно. Чтобы проверить сетку, нажимаем W. Плотную сетку я сделал для того, чтобы добавить детали каждой плитки. Например, какие-то скосы или трещины. Чтобы сделать раскол плитки на несколько частей, я использую инструмент Cut-Off. Затем, выбираю профиль кривой и начинаю построение раскола. После чего, нажимаю Enter, чтобы сгладить резкие края. Также, Вы можете сделать какие-то сколы с помощью инструмента Vox Extrude. Выбираем его, рисуем нужную маску при включенном Ignore Backface и настраиваем силу Extrude. Затем, нажимаем Enter и сглаживаем края. Также, Вы можете использовать инструмент Spikes для каких-то сколов. Просто удерживайте Ctrl во время построения мазка и Вы будете получать такой результат. На следующей плитке я покажу работу инструмента Split, который позволяет отрезать куски геометрии и помещать их в отдельный слой. И с ним можно отдельно работать. Например, с помощью инструмента трансформации как-то его повернуть. Пивот Point трансформации перемещается с помощью зажатой клавиши Shift. И не забываем нажимать Enter, чтобы сгладить края. Следующую плитку тоже разбиваем с помощью инструмента Split и отрезанный кусок немного смещаем, чтобы получился такой результат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь данный слой превращаем в воксели и добавим детали с помощью воксельных инструментов. Выбираем 2D Paint. В альфах выбираем квадратную кисть и этим инструментом тоже можно рисовать повреждения, скосы и так далее. Удерживая Ctrl, делаем мазки по всей плитке. Доработаем некоторые детали с помощью Pinch Edges. И с помощью Polish кисти полируем скосы другой плитки. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok В итоге получаем такой результат. Теперь давайте добавим какие-нибудь трубы или арматуру. Для этого создаем новый слой и выбираем инструмент Curve. В пресетах Вы найдете что-то похожее на арматуру. Выбираем ее. Простым кликом мыши создаем специальные точки, которые можно перемещать в любом направлении. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И как только Вы будете довольны результатом, можно нажать Apply и добавить объект в сцену. Затем можно выбрать любой шедер для этого объекта, чтобы было удобнее различать плитку и арматуру. С помощью инструмента Transform настраиваем положение данной арматуры. Затем дублируем слой и проделаем те же операции, формируя нужную композицию. Кажется является количеством político-миксерER Единственный момент, который нужно не забывать. Дисплейсмент в Quixel Mixer применяется к плоскости. То есть, это обычный 2D-Displacement без учета векторов. Поэтому, так как я сделал сейчас, не стоит делать и нужно сразу же поправить этот момент. То есть, убрать сильно торчащие области геометрии. Но если же вы хотите их оставить, просто делаем ретопологию данной части и переносим в 3D. А Displacement делаем все остальное. Но мы сейчас говорим о создании кисти. Поэтому не стоит делать такие торчащие объекты. И я думаю, такого объекта достаточно будет для нашей кисточки в Quixel Mixer. Теперь давайте это все экспортируем и наконец-то добавим в него. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok